На Новый год я планирую потратить не меньше 30 тысяч рублей. Я примерно планирую потратить на организацию новогоднего праздника порядка 10 тысяч рублей. На Новый год я планирую потратить примерно, ну думаю, до 70 тысяч рублей. Перед Новым годом россияне, как обычно, выкраивают в своих личных бюджетах отдельную статью на сервировку праздничных стола, подарки и прочие запланированные расходы. Каждый делает это, исходя из своих денежных доходов, поэтому суммы у всех получаются разные. Однако, эксперты крупнейшей в мире аудиторской компании Deloitte посчитали, что средний размер новогодних затрат граждан России составит 19 тысяч 200 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. По данному показателю, мы приблизились к Европе, где граждане планируют потратить в среднем 450 евро. Для сравнения, украинцы закладывают на новогодние расходы 374 евро, а жители Ирландии 894. Согласно данным опроса, каждый второй россиянин объясняет увеличение расходов с желанием радоваться жизни и не думать о нестабильности экономики. 57% также признались, что готовы потратить на Новый год побольше за счет роста финансовых возможностей. Наибольшая статья расходов в предновогоднем бюджете россиян предназначена подарком и индустрией развлечений. Средняя стоимость одного презента составит около 1125 рублей. Предпочтения россиян по подаркам распределились следующим образом. 46% мужчин хотят получить смартфон, а 53% женщин – путешествие. Деньги в качестве подарка ожидают 45% мужчин и те же 53% женщин. При этом и те, и другие сами преимущественно будут дарить косметику 37%, шоколад 32% и книги 20%. И только на четвертом месте подарочные сертификаты и деньги 17%. Уделять внимание полезности подарка будет каждый третий россиянин. Я думаю, что мой подарок на Новый год будет этот телефон, о котором я давно уже так мечтаю. Что-то вроде сережек золотых, возможно. Ожидаю, не знаю, что-нибудь к машине интересное. Драгоценности жене в рашине, ну и ребенку, велосипед, который он просил. Кстати, из среднего российского предновогоднего бюджета, а это все те же 19200 рублей, 17% будет потрачено на подарки себе любимому. И по этому показателю наши соотечественники намного обскакали европейцев. При этом средний подарок для самого себя стал крупнее, чем был год назад и для большинства является единственным. Кроме того, каждый третий рубль из бюджета на подарки будет потрачен на детей. Что касается торговых точек, где россияне планируют приобретать подарки, то здесь по-прежнему лидируют офлайновые магазины. На долю интернета пройдется только 29% покупок. При этом 36% россиян предпочли сначала увидеть товар вживую и только потом приобрести его в онлайн-магазине. На выбор россиян большое влияние оказывают программы лояльности и, безусловно, скидки. Последнее, на чем акцентируют внимание эксперты, это временной отрезок, в который наши соотечественники и европейцы покупают подарки. Россияне, как правило, новогодний шоппинг откладывают до последнего, тогда как в Европе пик продаж приходится на начало декабря. Так когда же покупать подарки? Дни за 15. Хотя, если в интернет-магазине, то лучше это делать где-то в ноябре. А если в магазине, то, думаю, числа 15-го, потому что под Новый год там все уже разбирают и качество не очень. 3-4 дня в самый жотаж. Да, в самый жотаж. Ну, наверное, в этом есть какой-то драйв.